МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известного актера и секс-символа советского кино Евгения Жарикова, с которым они прожили 40 лет. Мне бы хотелось, чтобы сегодня я поставила на этой странице жидную точку. Актриса впервые на телевидении решилась поделиться своей болью и рассказать, как она пережила предательство и смогла ли до конца простить любимого. Это было все непросто. Это было все очень тяжело. Что Наталья Гвоздикова думает о любовнице, которая родила Евгению Жарикову двоих детей? Для меня это оно. Что же помогло Наталье сохранить брак и пережить не только измену мужа, но и его смерть? Накануне мы с Федором приехали, и врач нам сказал, что... Не могу. В общем, я понимала, и Федя, и я бы понимала, что... В 2005 году в этой студии любовница Евгения Жарикова, журналистка Татьяна Секридова в программе «Осенний марафон» Евгения Жарикова впервые на всю страну рассказала о любовной связи с ними, о том, что у нее двое детей от известного артиста. Более 10 лет Наталье Гвоздиковой потребовалось, чтобы найти в себе силы прокомментировать, что чувствовала она тогда и как смогла пережить все это. сегодня ее исповедь. Мне бы хотелось, чтобы на этой вот передаче, чтобы сегодня я поставила на этой странице жирную точку и больше к этому не возвращалась, потому что это очень тяжело. Я представляю, могло происходить в вашей душе. Нет, даже не представляете. Я знала, что Жене нравится женщинам. И даже как бы что-то такое мне пытались... А вот ты знаешь, когда тебя не было там Жени... Я говорю, он же живой человек. Хорошо, что он там кокетничает с женщинами и так далее, и так далее. Я хорошо знала своего мужа, и поэтому я... Но я понимала, что это неправда. Мы ссорились, мы несколько раз пытались разойтись. И поэтому идеальная пара, ну, это только в кино. Маша! Ой! Но дневник, который вы ведете с шестого класса... Что вы написали в дневник, и написали ли вы что-либо в тот день, когда в вашем доме раздался звонок, и небезызвестная дама сообщила вам, что у Евгения Ильича есть другая семья и двое детей на стороне? Это у меня отдельная тетрадь. Отдельная тетрадь, потому что я посчитала ненужным, чтобы в моей жизни, в моих дневниках появилась вот эта вот мадам. Поэтому существует отдельная тетрадь. И я попросила Федора, чтобы он ее сжег. Поэтому это как бы к моим дневникам не имеет никакого отношения. Это отдельная, неприятная, мягко говоря, неприятная история. Значит, Женя уехал на кинотавр. Я должна была приехать туда чуть позже. Какие-то у меня были дела. У меня уже был билет, все. И я увидела его по телевизору, дорожка, туда-сюда. Он мне позвонил, все в порядке, все хорошо. И вечером я там занималась какими-то делами, и вдруг раздается звонок. Буквально это такая-то, такая-то, ты сидишь или стоишь. Я говорю, слушай, я говорю, что тебе от меня надо? А ты знаешь вот то, что... У Евгения Ильича есть другая семья, и что у него растет двое детей. Я слышала разговор этого человека, и я понимала, что это не шутка. В кресле главной героини, женщина, которая в течение семи лет была практически второй женой народного артиста России Евгения Жарикова, журналистка Татьяна Секридова. Добрый вечер. Добрый вечер. Когда начинался ваш роман с Евгением Жариком, вы понимали, что вы вторгаетесь на чужую территорию, и что можете разбить семью известных, популярных людей? Ну, во-первых, я не вторгалась ни на чью территорию. Так случилось, что это была как бы атака с одной стороны. Скорее, это было вторжение в мою личную жизнь, чем я вторгалась в чью-то жизнь. Но постепенно, как бы, ухаживание принимали более активные обороты, и началась просто настоящая атака на меня с серьезными намеками на серьезные отношения. То есть ухаживание, подарки, так сказать, вплоть до того, что я бы очень хотела, чтобы наши отношения были серьезными до рождения детей. А как на все это реагировала Наташа? Ведь такая идеальная пара, столько лет... Дело в том, что это как бы миф, существовавший для населения нашей страны, а в жизни получалось наоборот совершенно. На многие фестивали, они, если и приезжали вместе, они жили в разных номерах, вот, и, так сказать, только на людях появлялись вместе, вместе, как бы, выступали перед камерой, давали интервью, а жизнь при этом у каждого протекала, ну, практически параллельно. Вы принесли домашнее видео, которое никогда никому не показывали. Эй, пожарные, бегите, помогите, помогите. Долго-долго крокодил в море синее тушил пирогами и блинами и сушеными грибами. И мочалку словно калку, словно калку прокладил. Итак, мы видим, что эти кадры были сделаны 18 декабря 1998 года. Евгений Ильич, часто бывало у вас в квартире, то есть? Это был период, когда он очень серьезно болел, у него были серьезные проблемы с ногами, и мы выезжали вместе, это в городе Обнинске, в квартире, которую он снимал, в которой мы жили, он, значит, практически был обездвижен, он ходил на костылях. Но он занимается воспитанием детей? Да, конечно. И вы его выхаживали? И я его еще и выхаживала, да, при этом. Вот вы кладете трубку, и наступает, наверное, такая вот, я думаю, звенящая тишина, и дальше вы в раздумьях, как себя вести, потому что, если, опять же, это правда или нет. Нет, 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 нет. Честно говоря, я, Андрей, даже, я даже не помню, как бы, что со мной было, потому что я автоматически позвонила Жене. И говорю, мне позвонила, это правда, а пауза, вот это правда. Женя стал звонить мне, я к телефону не подходила, вот, и я понимала, что с этим человеком я жить не буду. И вот вы в Питере, рядом с родными, близкими, и Евгений Ильич приехал туда просить прощения? Нет. Он понимал, что ему там делать нечего. Это потом произошло в Москве, он это делал неоднократно, и прощения сразу никакого не было. Все было очень сложно, даже воспроизвести это все безумно сложно, но тут и мама, и Мила, и Федор, и вот наши друзья, и Женин брат с женой, как-то пытались убедить меня в том, что ведь было хорошее, Наташа, столько хорошего, и Женя всегда себя, тебя любил, и как бы, что, собственно, он мне потом всегда и говорил уже после всего этого, что, Наташ, я любил только тебя. Но, Андрей, это было все... Нет, ну это понятно, что, знаете, простить, наверное, интрижку или простить заходы на сторону, наверное, за 38 лет можно, и понятно, что сложно, наверное, там, ну, узнать, наверное, что, когда есть двое детей, да, и немаленьких, да, что как-то это все так удачно скрывалось... Это все безумно тяжело, Андрей. Безумно тяжело. И тогда я ему сказала так. Ты должен выбрать, сделать выбор. У меня единственная женщина, которую я всегда любил, люблю и буду любить, это Наталья Гвоздикова, мой сын Федор. И мы вместе, мы любим друг другу. Наташа преодолела эту ступень в нашем, так сказать... Ну, у мужчин так бывает. Я уже привел свое, так сказать, эмоциональное я в порядок. Покаялся в церкви, просил прощения и у Наташи, и у Господа Бога. Так бывает. Ну, что делать? И пусть успокоятся, так сказать, наши зрители, которые нас любят, уважают много лет, и мы очень много писем получаем, звонков и так далее, что мы вместе. И Наташу, и Федю я ни на кого не променяю. Это ясно. Ир, вы были тогда, 10 лет назад, на том эфире? Мало того, что я была на том эфире, я ведь уже больше 20 лет дружу с Наташей, дружила с Наташей, с Женей. И я позволю себе опровергнуть высказывания Жениной любовницы. Они обожали друг друга. Более того, Женя очень любил детей. У моей Насти, у моей дочки, так сложилось, что замечательная крестная Лара Удовиченко, но что касается пап, не ее родной папы, не ее крестный папа, тоже очень известный актер, они в нашей жизни не появлялись. И Женя все время говорил, когда видел Настю, он ее хватал на руки и говорил, давай я ее переключу, я буду ее крестным. Может быть, это его желание иметь маленьких детей, может быть, оно сыграло роль. Я ни в коей мере не хочу его обвинять, потому что, во-первых, человек уже на небесах. Во-вторых, мы не боги, чтобы кого-то обвинять. И, в конце концов, все в этой жизни бывает. И бывают дети на стороне, и бывает какое-то увлечение сильное. Но то, что Женя обожал Наташу, то, что они были потрясающей парой, и внешне, и внутренне, они безумно подходили друг к другу, я могу это гарантировать, потому что мы более 20 лет дружили, мы встречали Новый год вместе каждый год. Поэтому мне это было больно очень все узнать тогда. И больно еще от того, что мне кажется, все-таки это не очень красивая история, она ускорила Женин уход. Она ускорила его уход. А вы знаете, вот мне кажется, что вот вы сейчас произнесли очень мне режущее слух слово. Любовница. Вы знаете, если у женщины двое детей, наверное, все-таки это уже не любовница. Это какое-то другое слово. Может быть, вторая жена, может быть, ну, я не знаю, любовь, но не любовница. Тем не менее, тем не менее, позвольте сказать. Мать детей, да. Андрей, тем не менее, после просмотра этого репортажа, вот это вот, я все-таки назову ее любовницей. Ну, первой части. Первой части, да. Назову ее любовницей, потому что она хоть и сказала, что это Евгения Жариков вторгся в ее жизни. Я считаю, что это не так. Всегда женщина понимает, что у мужчины есть дети, есть брак, и когда она идет на это, идет на то, чтобы разбить семью, она была готова разбить семью, она целенаправленно шла на то, чтобы были совместные дети. И есть очень грубая фраза, я не буду ее произносить в эфир, если женщина захочет, то, соответственно... Женечка, она не просто шла, прости ради бога. Да, вы тоже говорите. Женечка, она не просто шла на отношения с Жариковым. Послушайте, любая женщина принимает решение рожать ребенка или не рожать. И вот это и есть ключевая история. Я не буду называть сейчас фамилии известных разных женщин, которые именно благодаря рождению ребенка заполучили этого мужчину. И мы, женщины, это прекрасно понимаем. Но хочу сказать, что самая большая трагедия в том, что она была вхожа в дом, что она приходила туда как журналистка, она брала интервью, она пила чай, она стала частью... Это было до знакомства и до объявления, что у нее есть дети. То есть Наталья всегда воспринимала ее. И хочу, конечно, отдать и снять шляпу перед мужеством и терпением Наташи, которая... Абсолютно. 10 лет и уже только после смерти мужа хоть как-то комментирует и рассказывает эту историю. Татьяна, вы тоже были на том эфире. Я была на том эфире, и я скажу, что я знаю Татьяну, я знаю Наталью одинаково. Но отношения, которые развивались у Татьяны, это очень сложные отношения. Действительно, Женя приходил с огромными охапками цветов. Он ей объяснялся в любви. Он говорил ей, он четко говорил, что у меня с женой формальные отношения. Они даже в одной гостинице жили, но в разных номерах. Это так и было. Да мало ли, что нам мужчины говорят. Мужчина никогда не позволит этого. Мужчина может быть хоть с машинами рос приезжать. Если у мужчины есть жена, есть ребенок, то нельзя переходить эту границу. Нельзя. А потом, значит, это слова. Есть поступки. И в этой ситуации, на мой взгляд, нужно дать должное супруге Жариковой. Она просто великая женщина, что приняла это. А все-таки вот тогда, на том эфире, когда вы слышали Татьяну Секридову здесь, в студии, вы думали, как будет развиваться событие? Что все-таки он уйдет из семьи? Нет, я не думала, что он уйдет, и к этому разговору у нее не было. Она хотела, чтобы он помогал в воспитании детей, что им было поначалу. Всегда было, неправда. Он помогал. А потом он, одним словом, одним вот буквально, это с Натальиной подачи, он прекратил с детьми всякое отношение, всякую помощь. Но, ребята, двое детей замечательных родилось в этой любовной... Правильно, а у Натальи что, глаз не было? Она что, не знала, где пропадает ее муж? Давайте сейчас, давайте сейчас мы сделаем короткую рекламу, сразу после этого. Как сын Федор пережил все происходящее, а также о том, как сама Наталья жила с этим грузом все 10 лет. Вы смотрите, пусть говорят, в 2005 году в этой студии журналистка Татьяна Секридова рассказала всей стране о том, что у нее двое детей от известного актера Евгения Жарикова. 10 лет супруга народного артиста Наталья Гвоздикова молчала. И сегодня впервые самое откровенное телеинтервью актрисы о том, как она пережила эту новость и как она смогла простить измену мужа. Внимание на экран. А как с сыном восстанавливались отношения? У Жени? Да. Очень сложно тоже. Тоже очень сложно. Если учесть, что Феде в это время было 19 лет, он был не таким взрослым, он безумно любил своего отца. Очень все сложно. Поэтому он видел, как мне больно, почему он сказал, мама, я тебя очень прошу, пожалуйста, дай мне слово. Чтобы я ничего никогда, ни о ком, ни с кем не говорила. Я ему дала такое слово. И если я его нарушаю, то нарушаю только с его согласия, Андрей. Что происходит и сегодня? Тоже только с его согласия. Потому что у меня бы, наверное, от всего этого уже разорвалось бы сердце на мелкие кусочки. Мне даже в голову не могло прийти, что между этими людьми может быть какой-то альянс. Хоть я ему сказала, я говорю, знаешь, ложь и беременность рано или поздно становятся явью. Я говорю, ты что думаешь, что я никогда не узнаю? Сын догадался об этом. Потому что как только я за порог куда-то уезжала, тут же появлялась, скажем, мадам. Она преследовала нас, куда бы мы ни приезжали, на какой фестиваль, на какой... Везде она была аккредитована, как журналистка. Она прекрасно знала меня, она прекрасно знала Федора. Но этот человек был всегда мне малосимпатичен. Вот интуиция, да? Она все-таки есть. Я понимала одно, что быть и туда, и сюда для меня невозможно. Потому что там даже было предложено шведская семья. С той стороны. А кто настоял, извините, на рождение детей? Женя очень хотел детей. Очень хотел. Говорил, что он вырос в семье, где было шестер детей. И, к сожалению, в его семье только один ребенок. И как бы супруга отказалась рожать детей дальше. И поэтому он просто мечтает о том, чтобы у него еще были дети. То есть он шел на этот шаг намеренно, и он принимал участие в воспитании детей, а не просто родил и бросил? Нет, ну что вы. Он моим родителям уже говорил о том, что он хочет, чтобы у нас были дети. Это не была случайная связь и случайный рожденный ребенок в тайне от отца. В свое время их мать сказала, что это будут мои дети, и я нужен только как донор. Больше ничего. И что она их сама обеспечит. Но потом, когда ситуация, так сказать, для нее как-то изменилась, она стала требовать невозможно. Какое чувство, может быть, омерзения? Человек врет во имя своих каких-то целей. Детей жалко. Я вообще старалась как можно меньше во все это вникать. Что там был донор, не донор, секс, не секс. Я не хотела, я считала, что нам это не нужно. Как выбирали имя ребенку? Первого ребенка он сказал, что назовет Сережей, потому что был человек в его жизни, который в молодости спас его от тяжелой болезни. И он обещал врачу, что он назовет его сына Сергеем. А когда мы ждали Катю, я была уверена, что он назовет ее в честь своей матери Аней. Но так случилось, что он побоялся, видимо, уже какие-то мысли были у его супруги относительно того, что не от него ли дети. Он побоялся назвать Аней, чтобы не вызывать подозрений. И тогда я предложила назвать Екатериной, так звали, мою любимую бабушку. То есть Наташа все-таки что-то догадывалась? Видимо, да. Видимо, какие-то подозрения были. Вы, когда рожали ему второго ребенка, вы верили, что он женится на вас? Вы знаете, я этот вопрос в принципе никогда не поднимала, потому что для меня самое главное было, чтобы у детей был хороший отец. Чтобы он любил детей, чтобы он занимался с ними, чтобы он отдавал им частичку своей души, своего тепла, своей заботы. Я хочу показать еще одно видео, которое поразило меня больше всего. Что это ваша счастливая жизнь? Вы в Париже или где-то за границей? Это где? Это мы в Париже, в Диснейленде. Мы приехали специально, чтобы отметить пятилетний юбилей нашего сына старшего. До этого мы с ним еще совсем маленьким ездили в Испанию. Мы вообще довольно много выезжали. Вот мы были в Австрии, в Испании вместе, проехали всю Европу на машине, которую, так сказать, покупали в той поездке для него. Он, в общем, очень серьезно и много внимания уделял детям. Не только, так сказать, материально. Хотя очень часто говорил мне, поскольку я как бы повязан на две семьи, и там очень серьезный контроль осуществляется в его адрес, большого количества времени все-таки он уделять детям не может. Поэтому будет стараться по максимуму помогать материально. А как бы все остальное, как бы, ну, мне, может быть, стоит взять на себя больше, так сказать. Хотя, в общем, дети все равно не страдали. Они постоянно видели и чувствовали отца рядом. Он каждый вечер укладывал их спать практически. Вот сейчас витает вопрос в воздухе. Цель появления на программе Татьяны Секридовой, что? Привлечь внимание просто к проблеме? Я просила исключительно прожиточный минимум на ребенка 3,5 тысячи в месяц в Москве. Сколько? 3,5 тысячи рублей. На каждого ребенка? Да, такого прожиточного минимума в Москве. Согласен. Еще что? Все. Все? Все. Что ответил Евгений Ильич, когда вы сказали о том, что вы готовы предоставлять, ну, как бы, общение с детьми и совершенно не возражаете? Дело в том, что он сказал, с самого начала, когда мы расстались, своих детей я никогда не брошу. Так. А вот совсем недавно я получила от него отказ от родительских прав. Отказ от родительских прав? Добровольный. Отказала Наталья Гвоздикова на этом. На этом настояла его жена. Наступил период, когда дети стали спрашивать, а где папа? Почему папа не появляется? Что вы отвечали детям? Ну, я детям сказала, что случилось несчастье, папа стал другим человеком, то есть в его душе вселился дьявол, вот, а хорошая душа ее Господь забрал на небо. Поэтому, если вы будете общаться через Бога с душой папы, то вам будет легче. То мама хочет, чтобы дети общались с отцом, но как они будут общаться? Вы же ему объяснили детям, что он стал дьяволом. Я своим детям объяснила, что может произойти чудо, и отец вернется в том обличии, в котором он был раньше, таким же любящим, таким же хорошим, каким они его знали. Для себя вы какой вывод сделали? Как простить измену? Как с этим жить дальше? Потому что, ну, многие женщины, да, и в этом году огромное количество историй, да, когда известные женщины узнают, как их счастье разбивается то об одну, то об другую, московскую красавицу. Как красивые актрисы узнают о том, что их мужья уходят, может быть. Ну, то, что касаемо, как бы, меня, Андрея, я понимаю в том состоянии, в каком находился Женя, не только я, и Федор, мы понимали, что здоровье его оставляет желать лучшего. Мы просто уже потом пытались продлить ему жизнь, что, собственно, и произошло, потому что ему говорили, ему говорили наши друзья, что, Женя, если бы не твоя семья, то неизвестно, что с тобой было. И был ли ты бы еще на этом свете, или уже давным-давно бы ушел туда. Поэтому, наверное, первое, что руководило мной, это дать ему возможность еще пожить. Как я живой до сих пор еще хожу, я не знаю. Давно, давно бы мне быть убитым. Женя очень много лежал по больницам Андрея. В 2009 году ему делали пункцию позвоночника, занесли ему инфекцию, и Женя год практически был бездвижен. И сын, понимая, что я в большом проекте, сын ушел с работы для того, чтобы навещать отца, привозить то, что нужно. Мы Жене учили ходить, мы Жене учили лепить, Жене учили писать. Это был целый год. И вот эта вот цепочка всего этого. И понятно, что я просила тех людей, которые приятно Жене, которые Женя любит. Того же Сережица Галя, мужа Любы Полищук, того же Саши Панкратова Черного. Ну, то есть тех людей, которым он доверял, которых он не стеснялся, потому что больной человек есть больной человек. И поэтому они приезжали, навещали его. Это не только актеры, это наши близкие друзья. Они говорят, Наташа, что нужно? Ходунки привезти, привезем. Наташа, что нужно? Это сделаем. Ты не волнуйся. Потому что я старалась, чтобы как можно меньше людей знали, что происходит, Андрей. Это правда, что когда он лежал в больнице, в последние недели и месяцы своей жизни, никто из гильдии, которую он организовал, никто не пришел? Нет. Единственное, что я во всех больницах, в которых он лежал, я просила, чтобы, зная, как это было с Любой Полищук, зная, как это было с Ноной Мордюковой, и когда проникали люди под видом белых халатах, я просила, чтобы не пускали никого чужих, только близких. И мы договорились, что никаких вот этих вот прощаний, хоть мне звонил и дом литераторов, мне звонили и дом актера, и что Наташа, давай... Нет, у нас не была договоренность, что это будет храм, и после храма будет последнее. Все говорят, что это была ваша принципиальная позиция, чтобы на похоронах не было вот этих детей, которые появились в той семье. Я об этом даже не говорила, да это неправда. Мне было не до этого. Не могу. Ну, в общем, я понимала, и Федя, и я бы понимали, что... Поэтому о чем там, какие условия, я об этом даже не думала. Это неправда. Другое дело, что там пытаются спрашивать, как, что, чего, почему они вообще должны меня волновать. Кто они мне? Никто. Пусть там себе, как говорится, это не моя история, и не моя, и не Федя. Мы сами по себе, а не сами по себе. Ольга, для вас, вот как для актрисы, о чем вот сегодняшняя история? Эта история настолько классическая, настолько она не перестает от этого быть чудовищной. Эта история, мы видим, что та точка, о которой говорит Наталья Гвоздикова, что даже смерть не дает этой точки. То есть этой точки нет. Когда замешаны дети, когда страдают дети, точка в данном случае невозможна. И еще я хочу сказать, что та женщина, которая вторгается, она всегда будет подтягивать эту идеологию, что все было плохо, она всегда будет себя оправдывать. И жена, я всегда говорю, я всегда за жену, потому что у жены нет маневра. У той женщины она всегда может подтянуть идеологию. Жена в данном случае, она всегда более замкнута, она зажата в своих обстоятельствах, у нее нет территории, чтобы маневрировать. Можно попросить женщин. Вот таким преступным, чудовищным методом заполучать мужчин, это обычная история, но мне кажется, это реально преступление. Это преступление с уголовной ответственностью, потому что они идут на все эти женщины, я просто тоже жена. Татьяна, не согласна. Я не согласна, потому что, во-первых, Татьяна... То есть любыми методами мы будем заполучать мужчин. Очень хорошо. По-моему, людей, 70% у нас населения имеют вторую семью на стороне. Я не согласна с тем, что Наталья, которая говорит, что я его все-таки простила, не дала ему видеться с детьми. Не с этой женщиной, а с детьми. Потому что если бы он увидел, что она привела детей, как у Золотухина было, как у Миши задорного, я тысячу приведу людей. Он, Женя, страдал. Более того, он даже ей звонил. И никто не знал, он звонил, он просил прощения. Потому что он зажат в тиски был. Татьяна не подала ни на элементы потом, после этой передачи. Она могла, в принципе, когда Женя умер, царство ему небесное, подать на раздел имущества. Дети тоже точно так же имеют право. Она ни на что не подала. Я же говорю, это престол. Ну, на что тогда? Это мужчина в обращу. А то к женщину в обращение. Можно сказать, что я уже... Вот вы обращаетесь все время к женщинам, а я к мужчинам обращусь. Дорогие мужики, имейте совесть. Тащите детей, раз уж родили от вас детей, тащите их до конца. Да. Вот не давайте. По-больному. У нас уже все здорово, спасибо. Вы знаете, мне тоже хотелось сказать, вот мы очень сильно что-то напали на женщин, вот как нельзя, как можно. Мне кажется, жизнь настолько многогранна, что ты не знаешь, как нельзя, как можно. Есть правила, но им невозможно. Мы живые люди, им невозможно следовать. Мне кажется, эта история не о женщинах. Конечно, им тяжело, трудно. А все-таки правильно, что мужчины, ну, не бараны, на веревочки не надо их тащить. Во-вторых, ну, знаете, для меня, Евгений Жариков, я вот жалею, вот для меня, вот, да, в чем эта история? Мне жалко, что он умер, потому что мне тоже кажется, что у него это болело. Что дети, это... Ну, понимаете, любая история заканчивается и отметается там, где начинаются дети. Не важно, каким способом они родились, из пробирки или ночным поездом, это уже не важно. Тем более, если он... Вот эти вот правильные ответы, как бы на такие партийные вопросы, что это мне теперь омерзительно, у меня такая-то жена или там еще что-то. Мне кажется, это немножечко вынуждено для публики, что ли, сказанный текст. Я уверена, что в душе... Вот я доверяю вашим словам, что наверняка он звонил, мучился. И жалко, что он умер. Потому что мне кажется, что он пришел бы к тому, чтобы вот примирить вообще всех и всю ситуацию. Евгений Женик показался метрум тисками между своей женой и любовницей. И поэтому дети, которые вы призываете общаться, я уверен, он нормальный был мужчина, который хотел общаться с своими детьми. Но, потому что с одной стороны была одна женщина, а с другой стороны была другая женщина. Та ему говорила, не общайся с детьми. Вторая ему говорила, я тебе не дам детей, пока ты не будешь меня обеспечивать и не примешь детей. И в итоге он оказался в сложнейшей ситуации. Давайте мы сейчас сделаем короткую рекламу. Сразу после этого Наталья Гвоздикова откровенно о том, чем сейчас живет она и с кем у нее начался кинороман после рекламы. Вы смотрите, пусть говорят, в центре внимания эксклюзивное интервью Натальи Гвоздиковой, которая впервые за 10 лет прокомментировала двойную жизнь своего покойного супруга Евгения Жарикова. 10 лет назад она узнала, что у Евгения на стороне семья и двое детей. Но сейчас, спустя время, она пытается перевернуть эту страницу жизни и начать жить заново. Вы для себя видите, что в вашей жизни может появиться человек, который... Ну, смешно это говорить. Любовь, но который поддержит вас... Андрей, недавно я снялась в фильме, который называется «Поздняя любовь», где я снимала с Жераром Депардье. Любаша, ты что? Как мы без тебя? А мы к тебе свататься приехали. Как свататься? Хе-хе-хе, свататься? А что, нельзя? Да. Это картина о людях старшего поколения. То есть не там 80, 90, 105. Ну, старшего поколения. Где могут возникнуть чувства между людьми. Поздняя нежданная любовь, да? Это чувство может возникнуть действительно. Картина очень добрая, очень хорошая, которая как раз молодежи должна как бы... Милая, сегодня тебе 19, ты не успеешь оглянуться, как тебе будет 79. Поэтому я не знаю, я об этом не думаю. А может, останусь я здесь, а? Зачем? Ну, ты что, не слышала? Они меня замуж зовут. Что, все втроем? Нет. Я чувствую, что тот же Депардье, когда я приехала на съемочную площадку, меня отпустили всего на 5 дней. Я видела, что я ему нравлюсь. Я видела, что ему со мной интересно. Мы с ним говорили, мы с ним спорили. Мы с ним обнимались. Когда я уезжала, мы с ним целовались. И потом, как мне рассказывали, что, говорит, как только ты уехала, он ужасно ведь себя вел. Он говорил, все, давайте, 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 давайте. Хоть был со своей невестой. Она должна была уехать в Париж, но почему-то не уехала. Контролировала. Да, да. Но он обаятельный, он обаятельный. Недаром говорят, вот человек обаятельный. Очень обаятельный. И он мне говорил, что я похожа на Марина Владя. Я была против. Я говорила, что я сама по себе. Я о Высоцком, я о Шекспире, я о Рабле, я о Достоевском. И я много узнала. И ему много говорили. Хоть я по-французски не говорю, он не говорит по-русски. Но я запомнила, когда Федька был маленький, еще учил французский язык, он пришел с такими глазами и сказал, мама, во французском языке это уже есть плохие слова. Я говорю, ааааа, да ты что? Он говорит, запомни, что слово мэрт, плохое слово. А Депардер все время мэрт, мэрт. Я говорю, учти, я знаю, что это такое. Жаль, выпускаешь такой шанс, что делать. И в России есть хорошие люди. Будь счастлива, доброго пути тебе. Вот, поэтому, понимаете, конечно, человеческие отношения, они могут складываться в любом возрасте. И это же здорово. Мне очень хочется, Наташа, чтобы у вас все получилось, и за те страдания и ту драму, которую вам пришлось пережить, у вас должен появиться человек еще круче, чем Жерар Депардье. Галина, ну согласитесь, что, вот как психолог, что это был бы замечательный такой реванш за эту измену, если бы, да, из спальни у нее вышел бы Депардье, и она бы всем сказала, что сегодня, что вот, выхожу замуж за него. Ну я вообще вот просто посмотрев на нее, вдохновилась, но она, конечно, очень сильная женщина, выливая, и вот это жизнелюбие, последний фрагмент, который мы видели, конечно, потрясающе. Она не перестает жить, она не перестает верить. И вот я хочу немножко вернуться к предыдущим фрагментам, когда она говорила прощение. Вы знаете, я больше увидела сострадание, а не прощение. Она просто очень сильная и сострадательная женщина. Она состраданием простила ее через сострадание, потому как он был очень болен. Но прощения до конца там нет, потому что прощение все-таки это принятие. Люба, а вы что увидели? Вы знаете, хочу вот сейчас отмести вообще все, что было до этого. Евгения уже не царством небесной, по земля ему будет пухом, и, зуша его, там успокоится. Дети вырастут, никуда они не денутся. А вот Наташа, я считаю, что она заслуживает сегодня великих, я не знаю, вообще аплодисментов, ролей, почитания, любви. Потому что, во-первых, она действительно просто, она как птица Феникс. Она такая умница, что она это перенесла, и что она выжила, и что она пусть не будем называть это простила. Но все равно, еще сколько-то лет жизни Евгений получил благодаря тому, что она была рядом. Я каждый год с Натальей Гвоздиковой попадаю на детский кинофестиваль «Алые паруса». Она встает в 5 утра, она идет на море, она плавает, она в потрясающей физической форме. У нее красиво, извините меня, фигура роскошная. Я смотрела, как на нее мужчины заглядываются на пляже. Она с потрясающим чувством юмора. Она принимает участие во всех наших капустниках. Она играет в красную шапочку. Она вливается холодной водой. Она вливается холодной водой, и я просто так кончу, что дай бог ей здоровья на долгие-долгие годы. Так держать. Для вас о чем эта история? Это история о жизни, жизни каждого из нас. У каждого в такой истории, или истории, похожей на эту, всегда своя правда и свои аргументы. Это во-первых. Во-вторых, в этой истории мне очень важно было услышать, что Наташа простила. Ведь ничего уже не изменишь. Каждый человек ищет где-то на стороне, может быть, то, чего ему не хватает. Это всегда. И так, чтобы уже поближе к истине, я хотел бы сказать, мне печально слушать, что Татьяну Секридову мы именуем не иначе, как любовница Жарикова. Она мать детей. И самое главное, взрослые разберутся, там ответят на все на вопросы. А дети Жени и Татьяны, они тоже подрастают, им тоже жить. Важно, чтобы они из этой истории тоже сделали свой очень верный вывод. Для меня это очень важно. Ну что, я думаю, что каждый из вас сделал свои выводы из этой истории. Я еще раз благодарю Наталью Гвоздикову за ее откровенность, которую она подарила всем нам сегодня, вернув нас на 10 лет назад, тогда, в этой студии, где все и началось. Берегите себя и своих близких. До свидания.